В Зауралье стартовали президентские выборы. С 8 утра до 8 вечера в регионе работают 986 избирательных участков. Губернатор области Алексей Кокорин голосовать приехал в Шадринск по месту прописки. Он отметил, что всегда голосует в родном городе и в этот раз выполнил свой гражданский долг тоже здесь. Решил нарушать традиции. Получилась возможность побывать дома в родном городе Шадринске. Поэтому искренне рад видеть знакомые, родные лица. Настроение праздничное. Я убежден, что и зауральцы, жители Курганского области, сегодня с праздничным, с хорошим настроением придут на избирательные участки и сделают свой выбор. В Шадринске работают 39 избирательных участков, включая два временных – следственный изолятор и санаторий «Жемчужина» за Уралье. Всего воспользоваться избирательным правом сегодня смогут свыше 55 тысяч горожан. В территориальную и участково-избирательные комиссии города поступило более тысячи заявлений от избирателей о включении их в список по месту нахождения в день выборов. По такому заявлению в многофункциональном центре проголосовала и глава города Людмила Новикова. Мы все жители России, большой, великой страны. И мы выбираем сегодня руководителя нашего государства. Поэтому от нашего выбора в конечном счете будет зависеть будущее города нашего, области, ну и в конце концов детей наших. Проголосовала Людмила Николаевна из общественной территории проекта «Комфортная городская среда». Всего на этом участке свой голос отдали уже более 160 шадринцев. Все избирательные участки города доступны для маломобильных групп населения. Для шадринцев, которые не смогут по уважительным причинам прийти на участок, предусмотрено голосование на дому. Граждане могут подать письменное или устное заявление по телефону участковой избирательной комиссии о голосовании вне помещения. Такие обращения принимаются сегодня строго до 14.00. Всего в регионах страны сегодня будут работать 96 тысяч избирательных участков. В соответствии с Конституцией России глава государства будет избран на 6-летний срок путем равного и прямого всеобщего тайного голосования.